приветствую всех сегодня мы продолжим рассматривать правому шапкам то там нам остается только рассмотрение изучение системы кам и ознакомление собственно с четырьмя основными методами также в рамках занятия возможно даже меньше для того чтобы сразу перейти к более серьезным программам мы можем затронуть некоторую вот эту программу которая является системой кат она примерно работает идентично к с программой шапкам и интересная вещь которая здесь есть это уже поддержка параметрических размеров а также параметризации в общем поэтому в рамках одного занятия возможно то есть она у нас запланирована как занятие возможно если мы успеем то мы сегодня рассмотрим если нет на следующем занятии вот нужно будет установить еще эту программу и мы с ней ознакомимся для того чтобы научиться работать с параметрическими привязками вводить разные формулы понимать как один размер может относиться к другому данная программа называется solid edge драфтинг после занятия вам скину ссылку вот но сейчас для того чтобы не переходить к этой программе мы вернемся назад то есть вернемся к праве шапкам данную программу закрыть и давайте посмотрим что собственно нам осталось по видео роликам которые которые были на отдельном сайте видео насколько я помню никто не обращался с какими-то вопросами кто-то писал в тикет честно говоря не успел ответить что касается что касается вопросов по работе в кат модуле правым шапкам кого-то если они появились прошу их задавать то же самое касается модификации какие-то некоторые вещи мы не рассматривали например там прямоугольный массив либо зеркальное отображение хотя вроде рассматривали поворот положим вот подразумевается что как минимум какие-то функции желательно смотреть самостоятельно тем более то есть отдельные такие дополнительные самостоятельные курсы они записаны и в системе то есть я их всегда вам выдаю поэтому желательно также самостоятельно что-то посмотреть вот из модификации я хочу очень быстро просто пройтись по основной функции возможно кто-то это не видел либо не знает как работать но не задает опросы да окей давайте чуть позже я вспомнил до 20 чертеж но не посмотрел любом случае можно просто открыть его даже и посмотреть как это можно сделать по модификации не геометрии геометрии уже все должно быть понятно мы использовали а еще сопряжение было пропущено сейчас это наверстаем по например с сопряжению то есть если мы имеем прямоугольник мы можем сделать скругление тикеты по макро не до конца проверены потому что не все их сдали желательно желательно до сдать кто их еще не сдал я их проверю потому что почти каждый день кто-то по одному человеку досылают желательно чтобы как бы это было более комплексно для того чтобы взять всех проверить и отправить но по-моему там тикетов 6 еще не проверено я их проверю если мы имеем например прямоугольник нам необходимо сделать скругление мы указываем радиус выбираем два два например значения стороны да и получаем скругление если же нам необходимо сделать сопряжение то что мы делали немного раньше то есть автоматически автоматизировано то есть пользуется такая же функция то есть сопряжение скругления закрыть но она но в некоторых случаях бывает такое что сопряжение между например окружностями не строится в ту сторону то есть строится в противоположную сторону для этого необходимо немного вспомнить геометрию и просчитать это сопряжение и используя дополнительное специальное построение специальной геометрии построить его но давайте вкратце это рассмотрим так чтобы закончить уже конкретно геометрию потом быстренько пройтись по модификации и перейти все-таки к мейч я думаю что все-таки соли тэш мы возьмем на следующее занятие потому что как ни крути кто только начинает рассматривать три занятия это должно быть окей но но не меньше радиус смотрите если мы имеем например одну окружность которая находится здесь радиусом 100 миллиметров запомним это и маленькую окружность радиусом 50 миллиметров пусть она будет находиться здесь например это два элемента которая есть которые есть на чертежа 50 100 миллиметров между них может внутри может быть какое-то сопряжение так 50 и 100 до положим радиусом 200 миллиметров если мы так сделаем на вот так теоретически эти радиус 200 миллиметров то мы можем этим радиусом сделать такое внешнее сопряжение если же мы хотим чтобы сопряжение было в эту сторону смотрите то это то это тоже возможно видите то есть мы можем по касательной соединить две окружности получив такое сопряжение то есть можно и так сделать сопряжение и так здесь сопряжение можно ли сделать смешанное сопряжение давайте посмотрим тоже можно вот так почему я проверяю ну потому что если взять там радиус меньше чем 100 где-то то не получится они не достанут Ну, то есть таких задач в принципе не может быть, потому что у нас же есть конкретный чертеж, если это физически невозможно, геометрически невозможно построить, то вам там не надо ничего придумать, проверять. Просто я же как бы их от фонаря нарисовал, правильно, и расположил здесь, поэтому я хочу просто проверить, возможно ли вообще радиусом построить. Я смотрю, возможно, и смешанное, и внутреннее, и внешнее. Вот. Как теперь это сделать? Ну, например, мы можем сделать это через файл, как это и было. Взять радиусом 200 миллиметров, указать две окружности и построить сопряжение. И построить сопряжение. Но смотрите, это сопряжение только в эту сторону. По сути, он построил окружность, привязал его по касательной и сразу же его удалил тримом. Ну, так как это автоматически все выходит, такая комплексная функция, то все это мы не видим, да, все это остается как бы в ведре программы. То же самое здесь. То есть предполагается, что дуга у нас продолжается. Но, а если мне необходимо сделать вот такое сопряжение, да, либо смешанное сопряжение, как объяснить программе, что мне нужно именно такое сопряжение, а не как. То есть в данном случае в этой программе никак нельзя объяснить. Что тогда делать? Тогда мы просто вспоминаем, как вообще это происходит, как выполнить сопряжение. Для этого мы строим дополнительные окружности в пересечении этих окружностей, где они пересекаются. Две вспомогательные О1 и О2 в этой точке мы чертим с заданным радиусом сопряжения дополнительную окружность, которая и является нашим внутренним, внешним, либо смешанным контуром, который необходимо потом отсечь до касания и получить данное сопряжение. Давайте быстренько это сделаем, просто чтобы вспомнить. Я думаю, все-таки, ну, хоть кто-то точно должен, не должен это помнить. Это как бы, по-моему, в классе шестом изучается, или седьмом. Ну, например, да, так еще раз, 50-100 мы делаем сопряжение 20. Если мы возьмем, например, окружность радиус, возьмем радиус маленького сопряжения 50 и прибавим к нему 200, построим в центре концентричную окружность дополнительную, а также возьмем радиус 100, то есть радиус большой окружности, прибавим к нему радиус сопряжения и построим в центре еще одну окружность. Помните такое? Детствие. Вот, в результате мы имеем две точки пересечения. Если взять радиусом 200 миллиметров, привязаться к этой точке и сделать построение, то мы увидим, собственно, то же самое, что нам программа сделала. Программа это немножко просто быстрее сделала. Если тримом удалить все необходимые, все дополнительные пересечения, которые нам не нужны, да, вот, вот, и это все, собственно, удалить, то мы получим вот точно такое же сопряжение. Ну, для чего это нужно? Хотя, почему можно и так, да? То есть, возможно, здесь будет какая-то одна глубина, здесь вторая глубина, здесь будет третья глубина в контуре, то есть такой бывает чертеж. Либо мы можем сделать, ну, не можем сделать, то есть, возможно, в чертеже это у нас как бы общая такая деталь, общего контура замкнутого, тогда нам вот эти внутренности тоже не нужны, мы можем их удалить. Вот. Предположим, да, такое может быть. Второй вариант, который бывает, это сопряжение другого типа, да, как его строить. И ведь программа также не может это строить, то есть она не спрашивает, с какой стороны идет сопряжение. Для этого мы можем просто воспользоваться как бы обратным методом. То есть, если мы возьмем и от радиуса сопряжения отнимем, от радиуса сопряжения отнимем 100 миллиметров, вот, мы получим, собственно, эту же, эту же окружность. Давайте так, чтобы было понятнее, возьмем, например, другой радиус, просто там 250, да. Возьмем от 250 и отнимем радиус 100, для того, чтобы просто было видно, что они концентричны, но разные. Хотя так тоже получится. И если мы возьмем теперь 250 и отнимем 50 радиус и построим здесь окружность, да, то получится все равно вот эти две точки пересечения. Теперь радиусом 250, новым радиусом, мы можем построить здесь и здесь в пересечении контуров и, нет, не тут, вот тут, да, и получить уже другой тип сопряжения. Всем видно, о чем речь. То есть, по касательной здесь у нас идет сопряжение этих двух окружностей. Вот, теперь я вернусь все-таки, ну, и поставлю, как было. Для начала проверю, может ли быть такое, что 200 миллиметров сопряжение внутрь, оно влазит сюда, вот влазит. Получается, если 200 миллиметров отнять 100, это и будет 100, и у нас оригинальное 100. Я могу просто не чертить. Вот, а здесь я сделаю 200 минус 50, то есть радиусом 150 миллиметров дополнительная окружность. И я получаю вот тут пересечение, то есть прямо дополнительное с оригинальным пересекается. И теперь радиусом 200 миллиметров вот мы касаемся сюда и касаемся сюда. То есть, не обязательно с двух сторон, да, предположим, у меня только здесь сопряжение, да. То есть, это просто, как бы я предполагаю, да, что есть такой вариант. То же самое здесь. На пересечении получаем вот такие чертежи дополнительные, примитивы, дуги. Теперь я могу их удалить. Все не нужно. Вот так. Ну, вот так. И это уже не нужно. Вот получаю, получаю вот два сопряжения здесь и здесь радиусом 200. И это сопряжение радиусом 200. Просто одно внутреннее, одно внешнее. Как можно сделать смешанное сопряжение? Так же, так же, как и изучалось в школе. То есть, один должен быть в плюс, один должен быть в минус. То есть, например, если мы возьмем радиусом, давайте поменяем радиус. Положим, возьмем радиус 250. 250 прибавить, например, 100. Сделаем тут 350, а тут 250, отнять 50. То есть, тут прибавим, тут отнимем. И теперь радиусом 250 в точках пересечения вот здесь, да, мы привязываемся в одной точке, во второй точке. Вот, получаем смешанное сопряжение. Все видят, да, его, вот оно, смешанное сопряжение. То есть, это идет сюда, это идет сюда. Опять же, мы должны использовать trim для того, чтобы убрать лишнее. Строение здесь можно удалить, потому что оно закрытое, замкнутого типа. Ну и что там? Еще можно удалить. Ну, собственно, вот здесь. Вот здесь можно удалить, и вот эту часть можно удалить. Вот, и то же самое тут. Это идет от этого сопряжения. Так, вот эту часть можно удалить, я делаю trim. При этом, видите, trim как бы до касания удаляет. Все правильно, все по касательной идет. Это не нужно, это не нужно. И вот так, тут все отлично. Окей, получается, что мы имеем несколько сопряжений, четыре, да? Ну, три, как бы, три типа сопряжения. Смешанное сопряжение, то есть, с внутреннего, внешнего, с внешнего на внутренний. Внутренний и внешний. Это не нужно, это тоже дополнительный код. Понятно? Помните такое? Как это циркулем, да, там делались. Честно говоря, тоже не помню, как это было, но как бы это, это, это учебная программа именно школьная. Вот, ну и, как видно, мы не можем абсолютно абстрагироваться от каких-то таких геометрических формул построения, либо еще чего-то там от математики, от использования выражений, тренометрических функций иногда при построении управляющих программ, либо при построении дизайна, потому что в некоторых случаях система CAD не умеет это чертить, либо не знает качать, либо мы неправильно убираем, либо невозможно выбрать. Как в данном случае в такой программе. Чем программа как бы сложнее, навороченнее, тем у нее больше как бы вариантов, возможностей. Но, ну если речь идет о смешанном сопряжении, ну не знаю, что-то никогда не видел таких автоматических функций. Даже в SolidWorks что-то я не помню, что так можно было сделать именно вот одним построением. Возможно, можно сделать, я забыл об этом. Окей, тут понятно, идем дальше. Давайте сделаем модификацию, просто пройдемся так кратко. Вы не задаете вопроса, но я надеюсь, что все понятно. Я сделаю вот несколько таких разных примитив и специальных геометрий для того, чтобы просто проверить, пройтись по всем. То есть скругление, это понятно, да, скругление либо сопряжение. Прямоугольный массив. То есть прямоугольный массив, когда мы выбираем какой-то элемент и указываем, что нам необходимо его равноудаленно скопировать в columns, то есть по горизонтали и rows, по вертикали. То есть колонки, строчки. Количество указывает, сколько нам нужно, например, две колонки, три строчки. Оффсеты указывают нам расстояние от начальной базовой точки до следующей. То есть если вот базовая точка здесь, например, тут x-376, тут будет x-51, значит, примерно 320. Я хочу, чтобы до следующей точки было 80. Значит, я ставлю расстояние 400. А здесь стану расстояние 300. И нажимаем ОК. И получаем на расстоянии 400 и 300 от первого до следующего мы сделали шесть элементов с помощью прямоугольного массива. Круговой массив мы рассматриваем. Рассматриваем вкратце, как бы, ну, мы там делали, даже там изменяли градусы, помните. Дальше. Перемещение. Перемещение много раз тоже уже было. То есть мы просто выделяем элемент, нажимаем Move, переносим его с одной точки в другую точку. Копирование в чем отличается? В том, что этот элемент будет копирован. То есть он останет, оригинал остается здесь, плюс происходит копирование элемента. Поворот. Поворот. Как объяснить поворот легче? Давайте сделаем, например, вот такую задачку, чтобы было интереснее. То есть сделаем линию, построим ее, привяжем ее вот к этому квадранту. Здесь сделаем какую-то дугу. Ну, вот так, например, да. Теперь с помощью Trim, а вот здесь я ее отрежу. Теперь с помощью Mirror, зеркальное отображение. Это уже мы тоже рассматривали. То есть выбираем элемент оригинальный, который нам нужно зеркально отображать. Заходим в Mirror и указываем Mirror, зеркальное отображение. То есть линия стартовая, точка конечная, точка относительно которой необходимо отображать. При этом некоторые программы делают такой preview, предварительный просмотр. Некоторые рисуют сразу, некоторые рисуют, но нужно подтвердить. То есть это уже зависит от. И теперь у меня есть, например, элемент, который необходимо зеркально отображать. Точнее поворачивать. Я могу его соединить даже. Модификация Connect, соединение. Это мы уже делали. Вот. И теперь, изменяя стартовую точку, вот, для удобства. И теперь мы можем его повернуть. Rotate, поворот. Всказываем базовую точку и поворачиваем его. Например, мне нужно вот такое, там, гравировку таких лепестков сделать. Да, там, из дерева, пластики, не знаю. Их нужно сделать 20. Как просчитать градус? Насколько они должны быть смещены? Градус считать не нужно, да? То есть нам нужно взять полное поле 360 и разделить на эти 20. И получим, собственно, на тот угол, который нужно повторять. В данном случае 18. То есть мы можем на калькуляторе 360 разделить на 20. Да, но если нам 4 надо, то понятно. То есть 1, 2, 3, 4, то есть 90 градусов. Если 8, 45 градусов. Если нужно больше, просто 360 делим на это значение и получаем градус. Ну, это такой лайфхак, но он логичный и понятный. И тут обязательно указываем, сколько нам нужно их, да? То есть 20. Обратите внимание в скобчиках in total. То есть всего. С учетом оригинального. И вот тут были такие моменты, я не обращал внимания, include to pass. Это значит, что мы можем include, то есть добавить также траекторию движения инструмента при повороте. В данном случае она стоит, эта галочка, и она добавляется, да? Но ее нет. То есть ничего не происходит. Мы имеем только геометрию пока. Окей. Получаем такой элемент. Понятно, да? Теперь как это делается? Для того, чтобы сделать именно контур, то есть оставить этого элемента, можно сделать, ну, просто вырезать, да, какие-то контуры. То есть можно сделать только там одну часть, предположим, вот так, внутренности. А потом зеркально отобразить, либо опять повернуть. И не нужно будет здесь ручную делать. Но это уже так, как бы, нужно посмотреть самостоятельно и увидеть, как это делается. Понятно. Поворот. Да? Дальше. Меру. Делали скейл. Масштабирование. Масштабирование, ну, я там, может, если использую там раз в год, это обычно для таких более, как бы, ручных действий, явно не в металлообработке. То есть убирается элемент какой-то, если мы хотим его масштабировать, то есть увеличить, то делаем скейл. Указываем базовую точку, относительно которой есть масштаб. Это, как бы, важно. Потому что если от центра, то будет, как бы, увеличение во всех направлениях, да, во все квадранты. Вот. А если выбрать, например, эту точку, да, то будет в эту сторону. Ну, так как мы можем сделать перемещение, тогда неважно. Вот этот фактор 1, он соответствует текущему, текущему размеру, 100% этого размера. Если указать, что базовая точка находится внутри и сделать, как бы, мне нужно в 2 раза больше, то фактор 2 в 2 раза меньше, фактор 0,5 в полу раза больше, 1,5, да. То есть получается, что пропорция, да, то есть 1 это 100%, нам нужно 50%, значит 50 умножить на 1, разделить на 100 и получаем 0,5. Для того, чтобы теперь опять уменьшить, увеличить, опять можно масштабировать. Ну, собственно, функция удобная, да, то есть мы могли там сделать какие-то, можно, в принципе, и в металлобработке использовать. Ну, наверное, не твердотельное машиностроение, а там для 2D каких-то элементов, то есть там для лазеров, лазмов, портального станка. Овсеты. Овсеты – вещь полезная. Например, если мне необходимо сделать еще вот этот контур относительно этого элемента равноудаленный, то в зависимости от того, открытый этот контур либо закрытый, да, мы должны выбрать контур либо элемент. То есть, например, на расстоянии 5 миллиметров от этого контура в направлении внешнем я касаюсь один раз и касаюсь направления. Либо выбираем еще 5 миллиметров отсюда-сюда, 5 миллиметров отсюда-сюда, 5 миллиметров отсюда-сюда. Либо, если мне нужно только скопировать элемент. И смотрите, интересная вещь какая-то. То есть, когда мы переключаемся на элемент, еще раз, контур, да, этот контур закрытый. И так как он закрытый, то мы можем делать равноудаленное копирование, то есть сделать offset всех элементов, которые соединены. Но если у нас мы переключаемся в элемент, то мы делаем примитивы. При этом специальная геометрия, которая была построена так автоматически, в данном случае окружность, она все равно будет работать подобно контуру. А вот уже соединенные геометрии, которые мы отдельно соединили, будут работать отдельно, видите. И теперь мы можем сделать только offset элемента одного. Например, мне нужно все стороны внутрь, да, я использую, то есть, одиночно я использую элемент. Вот, если нужно все, я использую контур. Трим вырезать. Понятно, что и как. То есть, ту часть, куда мы указываем, он вырезает. Очень удобная вещь. Мы, например, будем смотреть такую программу, как AlphaCam. Там это работает ужасно. Ну, не ужасно, но неудобно. Неудобно. Extend. Это когда мы продлеваем что-то, да, дополняем, расширяем. Как раз вот будет понятный пример, когда нам нужно продлить этот элемент до, например, пересечения с этим контуром. То есть, он уже у нас идет как в полярной системе координат. То есть, у него есть определенная длина относительно нулевой точки. У него есть угол. И этим же углом, но увеличивая длину, он будет доходить до пересечения с другими элементами. Например, если мы откроем модификацию и Extend, и будем просто наводить на этот контур, мы увидим, куда он идет. Почему он не доходит до конца, почему за два раза, не могу сказать. К сожалению, я без понятия, почему так делается. Ну, то есть, это как бы математически происходит расчет в программе, но если мы продолжаем делать Extend, то, видите, вот эти отдельные линии, они все равно автоматически являются соединенными. То есть, это одна линия, а не много кусков. То есть, окей, пусть будет. Что касается дуг, кстати, не проверял ни разу. Да, отлично. То есть, дугу мы тоже можем продлить, и это очень удобно. Да, то есть, например, вот до пересечения с этим же радиусом нам нужно покасательно привязаться сюда. О, кстати, очень удобно, очень как бы часто такое необходимо в чертежах. Я даже не догадывался, что можно, не задумывался, что можно продлить и дугу. Обычно как бы это более актуально для линии. Connect, соединение, сплит, разъединение. Мы можем соединить контур, а можем разъединить контур. А можем вот так взять, выделить все, зайти в модификацию, разъединить контуры. И контуры сейчас будут у нас разъединены. Нет, сплит работает вот так. То есть, нам нужно конкретно указать, какой контур будет разъединен. То есть, вот этот, например, этот, этот. И тогда вот эти элементы уже будут отдельные. Для того, чтобы опять их закрыть, да, то есть сделать замкнутый контур, мне нужно их выделить и нажать connect. Но есть такая штучка, как разрушить элементы, да, разорвать связи всех элементов. Вот. И это называется explode. Когда мы нажимаем на нее, то, видите, он автоматически разрывает все геометрии. И теперь все геометрии будут открыты, даже которые были построены автоматическим методом, как специальная геометрия. Например, прямоугольники были построены не линиями, а как отдельные, как один элемент. Тем не менее, они тоже разорвались. Но иногда это нужно разорвать для того, чтобы что-то удалить, а потом опять соединить. Как потом опять соединить? Если мне нужно только тут соединить, я выбираю все элементы, нажимаю connect, соединить. Они все соединились теперь. То есть, видите, при наведении мы видим, что два элемента одновременно выделяются. Ну и все. Дальше это уже такое. Там работа с текстом. Там маловероятно, что вы будете пользоваться именно в этой программе. Эти уже нюансы можно просмотреть самостоятельно. Итак, что касается геометрии, да, работы в таких более простых программах, можно сказать, что такой отдельный минимальный какой-то этап мы разобрали. Сейчас мы идем дальше к уже подготовленной геометрии для обработки. Мы не будем их чертить. То есть, это может быть просто там какие-то прямоугольники, окружности, безразмерные для того, чтобы просто не тратить на это время. И сейчас мы рассмотрим как раз все технологические информации, которые необходимо передать станку в управляющей программе, чтобы мы могли получить как таковую управляющую программу. То есть, использовать постпроцессы. Окей. Если, опять же, вопросов нет по геометрии, идем дальше. Модификации тоже. Идем дальше. Итак, для того, чтобы сделать обработку внутреннюю либо внешнюю, я возьму вот такую рамочку. и в ней еще сделаем построение, построение, так, диаметр. Окей. Отверстие. Окей. Сделаем вот такую деталь. Это... Это... Продолжение следует...